всем добрый день записала сегодня для вас видео оно вышло раньше чем вот это вот мы записываем в целом сегодня записала видео про день красоты вы видите в каком я образе сейчас напишите вам нравится вообще такие или нет видео также сейчас у меня ильюша убежала на почту принесет три посылки света распечатает вам покажет да света что там пришло мы надеемся света очень ждет шприц то что и все еще никак не может прийти спор я по одному товару открыла по другим не могу показывает что якобы она уже получена и хотя мы не получали их и вот ждем я продавцу написала будем надеяться что хоть что-то так дорогие друзья на эти чем мы еще не засняли со света коллекцию лаков да всю нашу коллекцию лаков если вам интересно такое видео напишите вы пожалуйста и светик отдельно заснимет и его выпустим ну как дополнением чтобы нас многим понравилось что два видео в день выходит если вам будет интересно такой то напишите света отдельно заснимет и как дополнением уже или утром или вечером мы его выпустим просто дополнение к влоговом да вот такие выдела до украшения я тоже все свои показывать не стала тоже вот по этому поводу напишите если вам интересно по поводу украшения какие есть у меня украшения у меня конечно бижутерия но есть и серебро поэтому пишите тоже отдельно влоговое сделаем видео но не влоговое отдельно просто и дополнительные сейчас ждем ильюша должен посылки принести сегодня я отдыхаю от готовки прям так классно сегодня прям это рада да блокнот блокнот хотела сразу ответить на несколько вопросов тут я записываю ваши вопросы так ручка есть где-то ручка у меня была уже стыбзили первый вопрос что будете делать полом многие заметили что у нас пол в зале очень обшарканный старый на зиму мы стелим полос но по идее найти у меня в задумках вот если у меня все получится как я хочу то ли 0 allow постелить во всех во всей квартире везде постелить линолеум но там будем смотреть уже я которое отвечу буду зачеркивать будем смотреть уже постепенно 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 всю везде сделаем цена по идее я хотел линуюм делать ли 0 вам легче работы и быстрее и И вообще за ним легче ухаживать, чем за таким полом деревянным. Тут пол очень старый, очень такой древний. Видел, идем как на прогулку, на пикник. Когда-нибудь будет такое видео? Ну вот не знаю, ребят, у нас пока очень холодно на улице. И муж с 8 до 8 на работе. Он в день ходил с 8 утра до 8 вечера. Сейчас вот уже ночью ходил с 8 вечера до 8 утра опять на работу. Сегодня опять в ночь пойдет на работу. И днем ему надо отдыхать, поэтому я не знаю пока. Но по идее хочется, да, Света, хочется сходить куда-то на природу. Там пожарить сосисочки, шпикачечки, что-нибудь такое вкусненькое взять. Постараемся сделать такое видео, но не обещаю, что скоро. Также было видео, когда пойдете в лес по ягоды, по грибы, заснимите видео, комментарии. Заснимите ли вы что-нибудь такое? Да, обязательно заснимем. Но у нас пока еще никаких ягод нет, грибов еще тоже. У нас холодно здесь. У нас даже у меня клубника начинает наливаться ягодкой, но ее мало. Земляника тоже еще не покраснела, потому что у нас холодно. Стоит очень на улице холодно. Я детей только в курточке выпускаю во дворе гулять. Поэтому вот так вот. Также, также, также можно почитать по идее ваши комментарии. Потихоньку, потихоньку все, ребята, будем делать. Все потихоньку. Просто у нас такое не бывает, что сегодня вы написали, Настя, сделайте то-то, то-то. На следующий день я уже выпускаю видео, что я сделала. Это просто нереально, ребята. Вы сами подумайте. Многим понравилось последнее видео. Да, это я назвала хейтером. Буду сейчас улыбаться. Можно так сказать. Многие поставили лайки, за что я вам очень благодарна. Настя спросила. Можно спросить, насколько я вижу, у Тайсина вход в будку как будто находится в земле. Наполовину, когда будка, когда дождь там, тем более зимой, туда, наверное, вода и снег попадает. Нет, ребята, у него не попадает туда ни снег, ни вода, потому что у него там все внутри будки сначала обделано степлером, прибита клеенка, а потом уже войлочная толстая такая ткань обита. У него будка очень теплая. У него вот это вот так делается землей, потому что он цепью по земле возит. И оно у него постоянно вот так вот заделывается. Некоторые написали, что поставьте будку поближе к забору. Мы как-то ставили. Ну, у нас Тайсон же умеет перепрыгивать через забор. И повис на цепи, и чуть не задохнулся. Муж подбежал и вытащил его за шкварник. Он там за забором повис просто на цепи, на ошейнике прыгнутом. Мы его за шкварник вытащили, и после этого мы будку от забора отодвинули. Но вход у него хороший, будка теплая, все нормально. На зиму мы туда еще будем ему стелить старое одеяло, и дверь будем накрывать тряпкой, чтобы туда ничего не попадало. Зимой очищается, не переживайте. Ну, спасибо за ваш вопрос. Дальше, дорогие друзья, дальше, дальше. Класс, все, дождусь никак кисть, косички заплетать. Да, А, Настя, кого ты рос, то вес, чтобы зрительно тебя понимать. Рост где-то, ну, 170, ну, по-моему. Что-то я даже не знаю. А вес 79 в последний раз был. Но я худею. Я была до этого 83, и сейчас у меня 79. Последний раз, вот я, наверное, месяца два тому назад взвешивалась 79. Пока даже боюсь на весы встать, да и они у нас сломались. Мы брали за 300 рублей дешевые весы, и они у нас не работают. Так, здравствуйте, Настя. Вы молодец, поругали подписчиков, припугнули, если будут плохие комментарии, сразу в бан. Тут же начали хорошие писать комментарии. Так с ними, Настя, кто гадости пишет. Ну, так и будем. Спасибо большое вам за ваш комментарий, Раиса, очень рада. Наконец-то влог интересен, насыщенный, дерзай. Постараюсь быть теперь на позитиве, больше плакать не буду. Знаете, надоело, как мне написали многие подписчики. Настя, ты должна полюбить свою работу. Это теперь твоя работа блогерства, да? Снимать видео ты должна полюбить, ты должна с радостью снимать. Все, ребят, убирая плохое настроение, закрыла на ключ шкаф, хватит. Будет теперь только позитивное, хорошее настроение. Буду всегда с хорошим настроением. После последнего, тогда вот вырукалась, извините уж меня, пожалуйста, если я совсем грубо высказалась. Но вот просто, говорю, накипела за все это время, накипела на душе. И вот высказала все, после этого настроения поднялось. И теперь будем только на позитиве. Хочу рецепт торта посоветовать. Ольга, я ваш комментарий полностью прочитала, даже скрин сделала. Обязательно ваш торт сделаю. Почитала все это. Интересное, обязательно сделаю. Оленька, большое вам спасибо. Все хорошо, Настя, молодец. Семья Костовых, спасибо большое. Вы тоже очень молодцы. Ваш канал я тоже смотрю. Мне очень тоже нравится. Это король в курином царстве. Люблю вас смотреть, Настенька. Спасибо вам большое. Да, петух наш. Многие написали, Настя, на суп его, на суп. Обязательно на суп пустим, после того, как у нас появятся наши петухи. Инкубатор, как вы знаете, у меня стоит. Но пока продвижений там не очень много. Поэтому ждем, 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 когда вылупятся цыплята. Очень ждем. Настя, привет. Не бери в голову за эти комментарии. Сколько людей, столько и мнений. Это правильно. Люди есть добрые и злые. Но мне кажется, больше добрых, чем злых. И жестокие лезут куда не надо. Есть такие, которые выплескивают свой негатив и все плохое на других. Поэтому, что они так хотят, потом им легче. Это вампиры. Ну да, я так и называла их вампиры. Так что у них этих злых людей, подними руки и опустите, так говорят. Ну да. Я просто подняла себе настроение. Я пускать его не собираюсь. Оставьте название второго вашего канала. Так, которого именно вам название. У нас есть булку на главной странице. Сбуку там все названия наших каналов. Это жизнь с домашними животными. Там мы про животных снимаем. В последнее время что-то уже давно не снимали. Надо поснимать. Потом есть канал Влог Рокодельниц. Есть канал у девчонок. У Светы Скатина. Ну там я все видео с психоудалила. Но они будут снимать. Интересный будет вылево у них тоже. И есть канал Егоркин. Он там снимает чисто свои игры. Поэтому проходите. Подписывайтесь. Пишите в комментарии. Если там, конечно, открыты комментарии. Ну вот на двух я знаю. Это на жизнь с домашними животными открыт комментарий. И на Влог Рокодельниц. Там комментарий открыт. Насчет Егоркиного не знаю. Открыто или нет. Классное видео. Верочка. Большое спасибо. Настя. Мороженое еще можно делать с печеньем. В формочках на дно выкладывают печеньки. Потом мороженое. И опять печеньки. Получится мороженое с двух сторон с печенькой. Ну да. Такое даже в магазине иногда продается. Но мы сделаем обязательно. Спасибо за ваши советы. Привет. Привет. Я восхищаюсь с тобой. Что не испугалась родить столько детей. Ты умничка. Девчонки. Заходите на мой канал. Буду всем рада. Наталья Перчик. Заходите на ее канал. Спасибо большое Наталье. Я постараюсь держаться огурчиком. Как говорится. У нас потемнело. На улицах темно. И дома темно. Уж извините пожалуйста. Настя овощной салат заправляю маслом. Но еще и сметаны. Скумбрия конечно вкуснее чем селедка. Ну да. Скумбрия вкуснее. Но она дороже. Сейчас на данный момент пока у нас финансово чуть-чуть затруднение. Поэтому я взяла что подешевле. Так то скумбрия да конечно вкуснее. Но лучше самой подсолить. Еще будет вкуснее. Да мы селедку сами иногда солим. Но не всегда. Надо по идее посолить. Но просто видите. Солить если то намного засолить. Чтобы надолго хватило. На больше хватило. Но много если постоянно соленое в холодильнике лежит. Дети не очень то едят. Да и мы тоже как то один раз если взяли поели. И нам хватает надолго. Да такая сгущенка вообще не сгущенка. Одно масло самое вкусное. Как и раньше было. Это рогачевское. Ну да она стоит в пределах 130. Но это дорогая ребят. Я такую пока позволить не могу. Но иногда беру за 80 рублей сгущенку. Но это редкий. Уже пошла лыжка и принес 3 посылки. Сейчас будем открывать. Открываем сначала. Вот это вот. Она плоская. Там я уже знаю что там. Сейчас вы увидите. Это для кухни. Сейчас я открою. Это для разреза коржей. Я не знаю как их пользоваться. Вот так вот. Она вот такая вот железная с тонкими кутиками. Ну вот такая вот. Тут две эти вот. Кутика. Так. Для разреза. О, для тортов ребят пришло. Вот мы на нее как раз по-моему я спор открыла. Но я очень рада что пришла. Тебе нравится самой? Да. Будешь пробовать? Да. Вот так видите. Для тортов вот эту штучку заказали. А, это для рукоделия вот такие вот всякие брелочки. Это мне надо для рукоделия. Иди сюда. Пойдем. Пойдем. Ну вылази, 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 вылази. Иди, Маш, Маша, сюда. Иди сюда. Так. Это контейнер. С вечерками многом. Да, это нам для рукоделия надо, чтобы нам надо распределить наши бусинки всякие. Мы как-нибудь заснимем на канал лог рукоделия, какие у нас бусинки, да, есть. И нам их разложить некуда, поэтому мы заказали вот такую вот секцию. Пришла целая, нигде повреждений нету? Нет. Ну, молодец, продавец. Подарков нын что же нету, да? Всегда продавцы подарки ложат, а нынче нету. Все, три посылочки подарки. Ну, вот такие вот. Потом вот эти вот посмотрим. Тут, смотри, всякие есть. Сейчас Света разложит их на столе и покажет вам, какие там есть. Ребят, смотрите, какие классные всякие. Тут ключики, смотрите. Дельфинчики, яблочки, звездочки. Ножки, посмотрите, какие маленькие ноженьки. Слоник, Свет, смотри, какой вот здесь вот слоник интересный. Один вот такой, да, есть. Крестики есть. Листочки. Да, это Ваня начеркал, ничего страшного. А тут вот это вот яблочко интересное. Где виноград? А, да, точно виноград. Слушайте, интересный вот этот наборчик. А вот это вот что такое? Котенок, господи. Смотрите, какой маленький. Смотрите, ребята. Вот очень красивый. Слушай, ребятенков, тут вот котяток несколько. Рыбка, слушайте. Ваня, 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 Ваня. Тут прибежала, как всегда, как совраска. Ну, много интересного. Клевер, смотри. Света, лова надпись. Лова, лова, лова. А это клевер листочек. Это ловы. Одна надпись такая я увидела. Да, Ванечка. Тут своими пальчиками лезет. Садечки. 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 Ну-ка, Ванечка, подожди. Алло, вы один. Надпись бушет. Вот в целом вот такая вот коллекция у нас новых штычек. Пишите, как вам. Если кому-то ссылочку надо, напишите, я вам ссылочку дам. Мы тут, ребята, залипаем на эти штучки. Это вообще бесподобное. Напишите, как вам они вообще понравились, нет? Ну, вот надпись мне понравилась. Ваня, кака, говорит, пока это он так. Так, многие спрашивали, сколько Ване лет. Ваня, ребята, родился у нас в январе, ему два с половиной годика будет. Ванька, сколько тебе? Сколько Вани годиков? Два. Покажи на пальчике, сколько тебе годиков. Один. Один годик. Чего я взяла? Я сладкая. Ну все, беги, играй. Ладно? Ладно, ребята, вот такой вот у нас был влог. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ваня, махай пока. Пока. Света, говорю, пока. Всем пока-пока. Ребята, наш первый цыпленок. Муж принес цыпленка. Смотрите, какая красота. Он, слушай, интересный. Это мальчик, девочке интересно будет. Смотрите, какой первый наш цыпленок. Вы нас спрашивали, когда инкубатор у нас будет. Муж принес цыпленка. Папа, дай сыну наклони. А, курица? А я думала, из инкубатора ты принес. Ой, какая Ванечка, да, красивый цыпленок? Ладно, неси его обратно. Папа, дай сыну.